друзья мои всем привет с вами я артем канал креветка розенберга и австралийского рака мы занимаемся продажей товаров для аквариумистики за все виды зоотоваров интернет-магазин zoocool.ua также смело назову себя специалистом в прудовой тематике что в свою очередь дало мне возможность заниматься здорово весело и классно нашим хобби которое плавно переросло в бизнес аквакультуры это хобби бизнес по креветке розенберга и выращиванию австралийского рака в нашем нашем канале мы все показываем рассказываем кому интересно напрямую звоните в телефонном режиме даем консультации подбираем то или иное оборудование также помогаем создании ферм сегодняшняя тема для нашего разговора это себестоимость австралийского рака я хочу вам сегодня рассказать основные пункты что входят что там помогает нам снизить себестоимость самое главное что помогает снизить себестоимость в этом бизнесе для того чтобы ваш бизнес был максимально рентабельным я рассказываю на своем опыте на базовом опыте которые приобрел который вижу но и не говорю что я лучший специалист в мире но тоже многое могу подсказать научить и дать дельный совет потому смотрим сегодняшний обзор ролик по себестоимость или снижение себестоимости по выращиванию австралийского рака друзья ну погнали себестоимость это вообще такой основа основ для любого бизнеса и каждый из вас думает как же нам снизить затраты потому что чем меньше затраты тем рентабельнее бизнес корм если мы говорим о промышленном варианте то для снижения себестоимости лучше изначально ставить экструдер это такой назовем так прибор приспособа с помощью которого вариант с него делая на нем делают с помощью и запилок пилеты для отопительных котлов потому с помощью такого же приспособления можно делать корма мы будем использовать в таком варианте рыбную что нужно будет нам все в состав входило рыбная мука зерновые каши просто любые кстати вот сейчас тоже буду кормить каши сейчас чайник у меня закипит и буду кормить и креветку и рака кашей мы обязательно будем добавлять в такой комбикорм морскую рыбу в сезон когда рыбой очень много мы и берем мелкого размера чтобы не было шелухи и покупаем ее по очень смешной цене добавляем это все обязательно азовская креветка в кревет креветка это хитин в первую очередь ну и само собой для австралийского рака нам необходим дубовый лист других видео я разжевывал для чего это все нужно как это все работает и так далее все это измельчаем а потом пропускаем через гранулятор ну и как следствие получаем хорошие гранулированные корма это удобно и экономия как денег так и человеческих труда часов просто если вы будете кормить только какими-то кормами даже аквариумами и все это себестоимость вашу не снизит потому в промышленных масштабах нам нужно максимально быстро научиться делать свои корма это кормовая база я думаю что все понятно опять же в маленьких пробных вариантах ни о каких промышленных заготовках кормов мы говорить не будем это бессмысленно второе макция максимально рационально задействовать все свое помещение даже в этой маленькой комнатке с учетом того что потолок у меня невысокий я над бассейном индекс поставил на днях второй бассейн и таким образом благодаря одной системе фильтрации задействовал максимально комнату на 15 квадратных метров потому что основа этого всего по это стеллажи так как чем больше мы сделаем ярусов наших бассейнов то есть на стеллаже у кого-то 2 у кого-то 3 у кого-то 5 это будет нам тоже снижать себестоимость так как каждый ярус это метры квадратные а для австралийского рака нам нужен не объем а площадь потому экономим площадь но и это свою очередь будет сильно снижать затраты на отопление здесь занимать рационально будем расходовать наше место почему отопление по физике многие из вас понимают если если у нас примеру высота потолка там 3 метра наши бассейны имеет небольшую высоту вода будет через них протекать благодаря тому что была большая площадь воздух я по примеру грею вода быстро прогревается и таким образом теплообмен происходит нам но очень быстро и за счет этого того что на одном квадратном метре у меня три или пять этажей наших стеллажей я получаю экономию на отопление плюс увеличиваю площадь для выращивания один из серьезных бонусов и плюсов австралийского рака это простота в получении посадочного материала почему многие клюют на это направление потому что есть возможность получить свой посадочный материал бесплатно назовем это так таким образом на всех этапах вы не несете затраты к примеру если даже сравнивать с креветкой розенберга с моей любимой то получать посадочный материал по креветке в десятки раз сложнее и затратнее чем австралийский рак надо вырасту по австралийскому надо вырастить свое маточное стадо вот конкретно в этом бассейне мы этим и занимаемся выращиваем свое маточное стадо плюс не забывайте так что опять попрятались ну ладно в процессе подхожу их видно не хочу просто их тревожить подмешивать крови это незаменимой неотъемлемая часть хобби по австралийскому раку не забывайте что крови надо подмешивать что значит крови сегодня вы купили австралийского рака у меня завтра там у кого-то там в городе в днепропетровске у кого-то там еще подмешиваем крови за счет этого результативность по количеству малька будет увеличиваться одна самка дает в среднем до 1000 рачков что значит почему посадочный материал влияет на себестоимость потому что если вы будете его получать сами средняя стоимость малька одного сантиметра вот такого маленького средняя стоимость 5 гривен одна самка 1000 штук это вот с одной самки мы можем сэкономить 5000 гривен затраты на инкубатор да они конечно присутствуют но они очень быстро окупаются в этом варианте большой плюс что можно отбрасывать не кондицию по австралийскому раку рак который не растет и остальное оставлять только лидеров так как себестоимость посадочного материала грубо говоря у нас при своем разведении грубо говоря ноль таким образом отбрасываем лишнее и себестоимость снижается во всех аспектах для снижения себестоимости поворачивания австралийского рака естественно очень важный пункт энергоэффективное оборудование этот фактор я считаю одним из тоже из очень важных потому в некоторых видео по креветке розенберга я показывал за счет чего ну допустим вот стоит компрессор вы можете купить для вас компрессор до компрессор во первых этот компрессор в случае отключения подает воздух второе этот компрессор один может работать на 35 там 10 бассейнов и он потребляет сейчас всего лишь 26 ватт это очень мало ну и такие вот такого плана все остальное насосы должны быть экономные потому что некоторые клиенты ставят на примеру глубинные насосы или фекальные они потребляют там полтора киловатта в час то я могу задействовать для таких же целей один насос который потребляет 100 150 ватт вместо полтора киловатта в час большая часть клиентов которые к нам обращаются на сайт zookool.ua говорят что там много тянет их не оборудование ну на этом этапе включаюсь я подсказываю но этих этапах на затраты я много раз говорил в креветке кому будет интересно просмотрите наши предыдущие видео один из плюсов рака это то что нам не надо большая прокачка воды и малое количество воздуха это плюсы по сравнению с выращиванием рыбы по сравнению даже с креветкой розенберга для снижения себестоимости с учетом того что мы живем таком наша страна находится не в африке там где постоянно тепло но тем не менее у нас есть понятие лето потому для снижения себестоимости по австралийскому раку не забываем за высадку в пруды тут и так в принципе все понятно зимой инкубируем малька выращиваем в помещении доращиваем до размера примерно 20 грамм и в мае выпускаем в природные пруды желательно чтобы пруды конечно были спускные ну и держим до конца сентября растет в прудах наш австралийский рак примерно там допустим средняя навеска 80 грамм много и будет по 100 грамм и по 120 грамм ну берем к примеру средние 80 грамм потом спускаем пруды часть в основном морозим ну а основной самый выгодный вариант это переработка потому что то что там оставили живое храним до зимы то что заморозили переработали держим тоже до зимы когда максимальная цена на рака вырастает потому что в зимний период у товарищей браконьеров стоит лед и вылов уменьшается в десятки раз в этот период цена на рака значительно вырастает его просто нигде нету при этом варианте если мы используем и высаживаем рака в после зимы и после весны в пруды мы выключаем при необходимости все оборудование в зубы узв выключаем отопление и затраты на коммуналку у нас не идут рак себе растет в природных водоемов потому тоже снижается себестоимость для снижения себестоимости очень частый вопрос по трудозатратам тут к сожалению скажем так сильно снизить это все не получится так как много ручной работы если у креветки розенберга плюс был то что трудозатраты здесь минимальные то в австралийского рака основное что входит это чистка обслуживания лотков бассейнов то есть каждый ярус каждый бассейн нужно обслуживать я в свою очередь увеличиваю столб воды в каждом ярусе и таким образом хоть как-то за счета большого объема воды стараюсь снизить трудозатраты на обслуживание лотков ну в принципе сто процентов автоматизировать всего этого не получится как примеру в рыбных хозяйствах потому что грязь которая у нас собирается она все равно есть кстати давайте пойду покажу вам на другом бассейне там раз в неделю приходится с помощью пылесоса собирать видите остается вот это вот все это все равно дяби сидит хоть это все и не влияет у нас на качество воды но все тем не менее это все нужно собирать потому это все выгодно делать в сельской местности где невысокая зарплата нам супер специалисты для обслуживания лотков не нужны потому если вы это все будете делать в варианте недорогой рабочей силы то тоже сильно вы не сэкономите но на трудозатратах вы бешеной экономии не получите кроме как переехать сельскую местность где невысокие зарплаты ну и переработка к сожалению у здесь ну показать не на чем слушать переработка переработка это ставим им какое-то отдельное помещение в котором в сентябре когда вы спустили ставки у нас есть большое количество рака на тот период цена на рака невысокая мы можем и у его вымочить вначале а потом сварить и завакуумировать и положить морозильную камеру что потом когда цена поднимется его можно было реализовать совершенно по другой цене это не себестоимость это как как вариант как можно дополнительно заработать кстати так чайник мой что-то не закипел хотел же вам показать как как у меня будет кушать наш австралийский рак ладно ну суть какая сейчас можно конечно сырое дать но я обычно кипятком обдаю а потом закидываю в бассейны и того на сегодня по моим наблюдениям я вам рассказал основные вещи которые влияют на себестоимость нашего для снижения себестоимости поворачивания австралийского рака сюда также конечно нужно обязательно отнести ну что нужно помещение изначально очень хорошо утеплить для того чтобы были максимально ну снизить теплопотери таким образом мой кондиционер или там какой-то котел нужно меньше ему будет легче работать это тоже снижает себестоимость наша к любая коммуналка входит вы затратную часть на сегодня все спасибо за внимание я думаю что кто-то с этого видео что-то положительно для себя обязательно подметит и учтет при создании фермы по выращиванию австралийского рака будут вопросы обращайтесь к нам сайт zookool.ua выезжаем по всей украине помогаем всем спасибо за внимание до скорых встреч подписываемся на канал